Мир вам, сестры и братья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Что значит возлюбить ближнего своего? Или как поступать по любви? И это хорошая тема для размышлений наших поступков. Мы посмотрим на слова возлюбий и кто такой ближний. Мы можем по-разному относиться к своим ближним. Но как правильно? И где брать силы любить своих ближних? И кто такой ближний? Мы вроде бы нормально относимся к своим в доме. Вроде бы все понятно и в то же время непонятно ничего. Мы посмотрим на любовь к ближнему в Ветхом Завете и в наше современное время. Возлюбить это не всегда значит обнимашки. И это тоже иногда нужно. Но в Ветхом Завете любить ближнего своего имело понятное для всех значение. Десять заповедей Моисея. Во-первых, это вторая половина десяти заповедей, данных Богом израильскому народу на скрижалях. Первая половина – это возлюби Бога, а вторая – возлюби ближнего. И откроем книгу Исход, 20 глава, стихи с 13 по 18. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Не желай дома ближнего своего, не желай жены ближнего твоего. Не поля его, не раба его, не рабыни его, не вола его, не осла его, не всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Это Исход, 20 глава, стихи с 13 по 17. И когда Иисус проповедовал израильскому народу возлюби ближнего своего, Он имел в виду эту часть заповедей, и они хорошо понимали это выражение. Но мы посмотрим, что говорил Иисус Христос про ближнего. Это откроем Евангелие от Луки, 10 глава, 25-29 стих. И вот, один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что в законе написано? Как читаешь?» Он сказал ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» Это Лука, 10 глава, 25-29 стих. Отметим, что Господь сказал, что возлюбить нужно для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Да, это важная составляющая, друзья мои. Не хочешь иметь жизни вечной, значит, не нужно любить ближнего. Если не веришь Богу, если говоришь, что Бога нет, то и возлюбить ближнего не нужно. Очень жаль, но это большая проблема в наше время. И диагноз эгоизма в наше время кроется не в трудностях жизни, а в неверии Богу. Любить ближнего легко. Любить ближнего, с одной стороны, трудно, а с другой стороны, легко. Давайте посмотрим на слово «дела любви» в понимании того времени. Бог говорил, что когда мы делаем добрые дела, то Отец Небесный Сам лично воздает. И Иисус Христос даже учил, как правильно это делать, и так, чтобы Бог воздал. И это нормально. Помните Нагорная проповедь? И добрые дела разделялись на, первое, милостыня и дела любви. Второе. Милостыня относилась к деньгам, просто дать нищему монету. И дела любви – это помощь людям. Во-первых, тех, кто рядом, и ближние, рядом ближние. Во-вторых, нуждающимся, которых видишь. И дела любви имеют большую цену, чем милостыня. И это все говорится с точки зрения воздаяния Отцом Небесным. Не можешь сейчас сделать дела любви – значит, иди, дай нищему монету. Так вот, Господь говорил и давал высокие требования для жизни. Не только милостыню тому, кого не знаешь, но и поступать по любви с ближним своим. Но кто такой ближний? Представьте дорогу, по которой вы идете. И с течением времени иногда к вам присоединяются и идут вместе с вами некоторые люди. Одни идут долго с вами, другие просто пересекались на какое-то время. Но вы идете дальше. Ваша жизнь – как дорога, по которой вы идете. И с течением времени иногда к вам присоединяются и идут вместе с вами некоторые люди. Одни долго идут с вами, другие просто пересеклись на короткое время. Но вы живете дальше. Работа, служение, церковь, люди, с которыми вы живете, общаетесь хоть на короткое время, это и есть ваши ближние. Нужно учиться их любить, и не только обнимашки, но и конкретные дела. Что хорошо, что плохо, как узнать? Что апостол Павел говорил, не просто говорил, но и настаивал на том, чтобы мы поступали по духу. Откроем послание Галатам, 5 глава, 22-26 стих. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться и друг друга раздражать и друг другу завидовать. Галатам, 5 глава, стихи 22-26. Дела любви – это когда мы поступаем так, как нам говорит Дух Святой. Дух Господень никогда не скажет делать грех. Он противится греху. Не просто терпит, а противится. Дух Святой и грех несовместимы. У нас есть сила долготерпеть. И тогда становится более понятным и место из Писания. Описание любви. Откроем послание 1 Коринфянам, 13 глава, стихи из 3. И если я раздам все имение мое, я отдам тело мое на сожжение, а любви не имею. Нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего. Не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. 1 Коринфянам, 13 глава, стихи из 3 по 9. Мы можем сказать, что Дух Святой внутри нас дает силы, долготерпеет, учит и дает силы быть милосердным. Дух Святой и вы никогда не будете завидовать, не превозноситься. И Дух Святой через вас никогда не будет гордиться. Дух Святой и вы никогда не будете бесчинствовать, не искать своего. И Дух Святой даст силы вам не раздражаться и будет уберегать вас, чтобы вы не замысливали зло. Силу и Духа Святого мы многое можем и делаем. Жизнь в любви. Да, друзья, когда Бог на горе Синайя давал 10 заповедей, когда Иисус Христос говорил, что нужно делать, чтобы иметь жизнь вечную, Господь говорил не просто слова, которые человек не может сделать, но дал нам и помощника Духа Святого, который сегодня с нами, в нас и будет с нами всегда. Каждый человек, который пришел к Богу с истинным покаянием и верой в Иисуса Христа, в то, что он сделал для него, Бог того человека прощает и очищает от всех прошлых грехов. И на это чистое место изливает Духа Святого, то есть исполняет Духом Святым. И теперь ваша жизнь – это жизнь в любви к Богу и к вашему ближнему. Понимаете, не искать дела любви, а вся жизнь – это и есть любовь. Жизнь под ведением Духа Святого – это и есть жизнь в любви. Аминь. Сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.